Вся энергетика от плодов, от наших. Пища третьего тысячелетия. У нас в институте их огромное количество. Кому-то пришла в голову мысль, что эти территории гораздо эффективнее будет освоить и застроить. Технику свою нагнали, охрану свою поставили и все. Ну вообще, меня всегда в детстве учили, что это называется воровство. То есть брать чужое без спроса, да, это называется воровство. Не давали выкопать саженца, который тут выращивал институт садоводства, который столько сил и времени вложили в каждый саженец. Фактически Ленинский городской округ – это маленькая деревня. Здесь не надо иметь больших связей. Достаточно договориться с парой чиновников и спокойно можно проворачивать все, что угодно. Всероссийский селекционно-технологический институт в городе Видное навсегда может лишиться своих полей и садов, на которых ученые на протяжении последнего столетия выводили новые виды плодовых и ягодных деревьев. Совершенно дебильная ситуация, когда там люди рискуют жизнью, да, в интересах нашей страны. И мне не хочется пока оказаться в ситуации, когда эти ребята приезжают, возвращаются домой, да, оттуда, из этого ада. А у меня нет ответа на вопрос, что вы здесь делали вообще, пока нас не было, почему у нас все разворовано. В то время как наша страна в едином порыве мобилизуется, чтобы противостоять всем международным санкциям, есть ушлая группа людей, которые решили воспользоваться ситуацией и изъять из государственной собственности уникальные селекционные поля. На самом деле вот этот селекционный институт существует с 1913 года. То есть он, как некая опытная станция по выведению сортов плодовых растений средней полосы России, был основан еще до революции. Ну, сейчас, значит, в Московской области пришли новые руководители, которые считают то, что селекционное дело, оно нашей стране попросту не нужно. Это счастье подмосковное, потому что вот эти сорта, в том числе и южные сорта, у нас прекрасно многие адаптированы, а некоторые путем селекции получены новые сорта. И вот эта алыча, например, слива домашняя, посмотрите, она лучше южной, потому что она по вкусу, можете попробовать, превосходит южные сорта. А по количеству антиоксидантов, витаминов и самое главное, здесь минимальное количество обработок. Вот такая наша продукция. Пожалуйста, на любой вкус. В данный момент все это уничтожили. И сейчас страна в такой ситуации. Наоборот, ели все фрукты и дети, в первую очередь наши и внуки, и сами мы, но этого уже нет. Вот эта земля, на которой я стою, на самом деле имеет уникально стратегически важное значение. Это наш селекционный фонд. То, без чего невозможно представить наш агропромышленный комплекс, наше сельское хозяйство. Но теперь труды ученых могут пойти под нож. Три года назад 40 гектаров земли у института изъяли и продали. А недавно начались общественные обсуждения по застройке территории. Вот на карте эти поля, теперь это под застройку. И смысл в том, что после случая принятия этого генплана, значит, количество населения будет увеличено с 20 тысяч до 65, то есть на 45 тысяч. Это будет означать катастрофические дисбалансы транспортные, инфраструктурные. У нас не хватает социалки, не хватает школ, садиков, опорных пунктов полиции, с медициной вообще беда. Но при этом продолжают строить, обосновывать тем, что, ну, вроде как, нужно развиваться. Местные активисты утверждают, что земли распродавали под видом бывшей собственности колхоза имени Владимира Ильича. Он давно обанкротился и находился в нескольких километрах отсюда. Эта земля, если она была государственной, она никак не могла не принадлежать никакому колхозу. И по факту, конечно, никакого колхоза здесь никогда не было. Это любой, кто живет в Ленинском районе, знает. Группа людей, ну, особо предприимчивых, нашла способ обходить законные способы присвоения земель в обход в основном порядке и присваивать себе федеральную собственность. Значит, некий кадастровый инженер писал заключение, что здесь можно выделить пай колхоза имени Владимира Ильича. Вот просто так, с потолка. Значит, приносили это заявление в суд, и суд это узаканивал. Те паи несуществующего колхоза имени Владимира Ильича, 600 паев и 700 паев разоренных колхозов Горького, незаконно, на наш взгляд, поставлены на федеральные земли и выводятся из сельскохозяйственного оборота. Уже оформляют паи на водных объектах, на реках федерального значения, на ручьях, на озерах, на прудах. И вот теперь и добрались до вот таких объектов, как селекционные институты. Вместо того, чтобы начать разбирательство, привлечь прокуратуру, следственный комитет, администрация делает ровно наоборот. Она идет на поводу у людей, которые получили эту землю в собственность и пытаются ее, собственно, реализовать. Застройщик, он связан через руководителей, через учредителей с офшорной компанией, зарегистрированной на Кипре. То есть фактически в интересах иностранного капитала уничтожается, а это фактически уничтожение селекционного предприятия. И такое игнорировать совершенно нельзя. Это уже будет, жители просто не поймут. Это уже будет просто предел, верх терпения, если вот такой объект позволят уничтожить. Многие деревья на этом поле уже уничтожены, но часть посадок все-таки сохранилась. Это абсолютно здоровые деревья, которые прекрасно подходят для селекционных работ. Но если план застройки утвердят, их тоже уничтожат. И здесь вырастут огромные бетонные коробки. Собственно, мы люди маленькие, мы хотим жить спокойно, мы хотим, чтобы наша земля развивалась. Развивалась не устойчиво там, а стабильно. Сбалансирована. Сбалансирована, да. Чтобы не было перекосов. И мы сегодня должны встать воедино, горой, плечом к плечу ради сохранения вот этого федерального государственного бюджетного учреждения. Ради сохранения вот этих вот земель, вот этих полей, где выращиваются уникальные селекционные культуры, которые позволяют нам развивать наш агропромышленный комплекс, обеспечивать нашу безопасность. И дают нам право на жизнь. Самостоятельную, свободную жизнь. Такую, к которой мы наконец-то пришли, которую мы добиваемся и которую мы заслужили.